Здравствуйте, дорогие друзья, читатели, почитатели рецептов народной медицины зауральского казачества. Я, Глеев Владимир Андреевич, онкотравник-целитель лесостепной зоны Южного Урала и Зауралья, проживающий в настоящее время в Германии, предоставляю вам на всеобщее обозрение можжевельник обыкновенный. Сегодня 17 июня 2020 года. Это висят вот эти синеватые подсохшие плоды можжевельника, вернее, сушка-ягоды можжевельника, висят с октября месяца 2019 года, то есть висели они всю зиму. А вот эти зеленые молодые, молодые этой весны 2020 года плоды, вот зеленые, видите, которые также будут темно-фиолетовыми в конце сентября-октябре месяца 2020 года. Как отличить можжевельник обыкновенный от ядовитого можжевельника казацкого? У можжевельника обыкновенные листочки заостренные. Хоть и мягкие, но немножко колючие. У можжевельника казацкого листья округленные. Веточки не такие длинные и округленные листья. Но чаще всего применяют в народной медицине шишко-ягоды можжевельника обыкновенного, которые нужно собирать в конце сентября, в октябре месяце в Германии, а в России в конце сентября. Посмотрите, какой большой куст. Вот это прошлогодние шишко-ягоды. В них смол уже меньше. Потому что от жары, сегодня жара, и уже целую неделю жара, до 30 и выше смолы, выгорает от солнца. И она уже не так сильно лечебная. Но я заготовил для русскоязычного населения Германии два больших толщевых пакета. Они сбора октября 2019 года. Но они хорошо правильно выписаны. И, как говорится, не потеряли ни запаха, очень приятный запах эфиромасличный. И смолы не потеряли. Поэтому я заказчикам по Германии всем буду высылать свое лекарственное сырье можжевельника обыкновенного, которое хранится у меня дома в тени. Хорошо и правильно высушенное. Сейчас я сбор не буду производить. Потому что здесь образуются молодые побеги. Вернее, молодые побеги и зеленые плоды, которых еще мало. эфирных масел и смол. И для лечения они еще для серьезного лечения не годятся. Отдельно я приготовлю вам видео с рецептами лечения от различных тяжелых и неизлечимых онкологических заболеваний и других тяжелых и неизлечимых заболеваний. костно-мышечных тканей, кожных тканей, легочных заболеваний, печеночных, почечных, сердечно-сосудистых и других и многих других заболеваний. поэтому я приготовлю вам отдельный ролик. Приятного посмотра. До свидания.